Мы на самом деле исполнили нашу традицию, потому что, как всегда, на всех концертах, обычно это четвертая или пятая песня, мы забываем слова. После этого обстановка в зале разряжается, до этого напряженно. Не мы еще не понимаем, кто в зале сидит, не в зале еще не понимает, кто это вышел на сцену. И тут после этого вдруг все понимают, что все свои. Да, я даже понимаю, как механизм работает, в гости сидят, зрители думают, какие-то артисты там, да, все. Потом как только происходит какая-то заминка, все сразу, о, так это ж... Живые люди! Все дома живые! Да, живые люди. Так, следующее. Двигаемся дальше. Вы не устали уже? Дальше, да. Не устали? Мы только входим в раж. А, входите в раж, все, великолепно. Вообще, мы очень любим концерты, беседы, поэтому если у кого-то возникают какие-то вопросы, или, да, то... Вы сразу спрашиваете, потому что мы можем петь, разговаривать. У меня вопрос. И мы начинаем... Первый ход. Да, и мы начинаем пресс-конференцию. Тем более, что день учителя. Е-7, Е-5 сейчас. Е-2, Е-5. Е-2, Е-4. Да, с произношением у нас всегда плохо, но мы могли... Так вы спросите, чем... Е-4 обычно ходят. Конечно, да. Е-2, Е-4, да. В этом-то и... Да, в этом-то и... Давайте разберем. Поэтическая лаборатория. Да, ну, Е-2, Е-4 это стандартный ход. Да, Е-2... Банально. А Е-2, Е-5 это выход за рамки. Не стандартный. Да, не стандартный. Хочется... Хочется же... Нам всегда хочется выйти за рамки, потому что... Хочется шагнуть дальше, чем нам позволяют какие-то правила. Мне кажется, что каждому человеку кажется, что... Мне кажется, что каждому человеку кажется, что он уникальный, что он может... Он не такой, как все. И это, наверное, правильно. И мне кажется, что это и есть залог каких-то свершений, творческих открытий. Только человек уверенный в том, что он... Нечто может двинуться вперед, да? Нечто. Нечто. Какая разница, видите? Так. Очень хороший вопрос. Спасибо. Спасибо. За внимательность к текстам. Говоря уже о тексте, да... Вот Оксана говорила в самом начале, что споры про авторскую песню идут давным-давно. И очень много направлений сейчас, течений. И кто-то говорит, что самая главная музыка, кто-то говорит, что самые главные слова. Конечно, в идеале, когда и то, и другое гениально и великолепно. Но для меня песня — это всё-таки такая история. История про жизнь. Когда человек начинает петь, мне кажется, я его узнаю. Потому что наши встречи, несмотря на то, что мы в бардовской среде встречаемся с достаточной такой периодичностью, но они всегда носят мимолетный характер. И не всегда позволяют настроить беседу и разговор так, чтобы тебе было время узнать человека, кто он, что он думает. А через песню ты делаешь это моментально. У нас появились ударники. Класс! Это фанаты, которые всё-таки... А, это фанаты прорываются, да. Шумные фанаты, да. Фан-зона там. У вас нет футбола в городе сегодня? Там сегодня свадьба. А, свадьба, свадьба — это хорошо. Ой, как раз практически про свадьбу песня. Да, самое главное. Песня называется «Колыбельная для мужчины». Она про отношения. Может быть, не про свадьбу, но про длительные отношения. Темнота висит над изголовьем, Может, навевает нам беду. То, что называют все любовью, Это просто яблоко в саду. Только вот водить не надо бровью, С пенелиста не ворочатся. То, что называешь ты любовью, Мне давным-давно не хочется. Печки на театр водить не надо, И не надо мне дарить кольцо. Больше никогда моей помады Ты свое не выможешь лицо. Только вот водить не надо бровью, С пенелиста не ворочатся. То, что называешь ты любовью, Мне давным-давно не хочется. Ради нашей дружбы настоящей Привези ко мне издалека Сказку про медведей, Говорящих, И еще бутылку коньяка. Только вот водить не надо бровью, Спи и перестань не ворочатся. То, что называешь ты любовью, Мне давным-давно не хочется. Слышишь, будто зверь Тихонько лапы По замочной спаже не скрипут. Из гостей вернулись Мама с папой. Если мать узнает, то убьет. Собирайся, милый путь, дорогу, За окном пожарная лестница. Только не забудь меня, ей Богу. Да ладно, завтра снова встретимся. Вот такая смешная вещь. Как понимать противоречие? Давно не хочется, Завтра встретимся. Еще раз, я прослушала Начало вопроса. Разрешите уточнить, Как понять противоречие? Давно не хочется, Но завтра встретимся. Но любовь, это же Такая необъяснимая наука. Формулу любви Еще никто не нашел. Поэтому это как раз на контрасте, Когда есть какие-то Разные взгляды на хотелки, На жизнь, Но все равно тянет к человеку. Противоположное притягивается. Это ветреность. Или капризность. Да. Девушки. Да, вот эта песня Достаточно старая, древняя. Был такой у нас цикл песен, Ну, дурацкие песни мы их называли. Они сами видите, они дурацкие, Они написаны по-дурацки, Для дурацких, И исполняются дурацкой. Еще одна песня из этого цикла, Сейчас Елена ее объявит. Она из той же оперы. Она тоже про отношения. Вот видите, как свадьба нас натолкнула На серию песен про взаимоотношения Между мужчиной и женщиной. Вообще формулы браков, да, Бывают разные. Есть, мы знаем, что браки Мама-сыночек, Там папа-дочка, Ну, я имею в виду не в плохом понимании, А в ролях, да, И партнерские браки. Но вот эта песня про взаимоотношения, Когда женщина сильная, скажем так, да, Алена и дракон. Не знаю, она пропустили. Какую пропустили? А, историю любви. Ой, историю любви, да. Историю любви. Ну, в общем, можно сказать, Что примерно такое же описание, хорошо. Ну, пусть история любви. Это песня, песня тоже Такой подростковой юности какой-то. Сейчас мы молоды, А 20 лет назад были юны. Песня из того периода. История любви. Темная ночь, качаловая рельеф Напротив нашего дома мы подошли ко мне И сели вам было на вид 15 лет. Я рассмеялся без причины, Смех без причины, признак мужчины. И прочитал стихотворение, Вы улыбнулись мне в ответ. Это любовь, мысли, полет, Каждый по-своему в ней идиот. Пара-па-пам, па-па-па-пам, Пара-па-пам, па-па-пам. Все началось немного странно, Я ваши фото спрятал под ванну, Я просыпался под диван, Вспомнив о том, как вас зовут. Если родители уснули, Молча смеялся, Курча с на стуле, Но в душе свистили пули, А в голове гремел салют. Это любовь, мысли, полет, Каждый по-своему идиот. Пара-па-пам, па-па-па-пам, Пара-па-пам, па-па-пам. Кто себе дал такое имя? Может быть, папа, может быть, мама, Может быть, бабушка, Может быть, дедушка, Может, прабабушка. Алена, имя твое напоминает Крик лошадей, которых пинают, Скрип проходящего трамвая, Буквы которых я не знаю. Это любовь, мысли, полет, Каждый по-своему идиот. Пара-па-пам, па-па-па-пам, Пара-па-пам, па-па-пам. Если бы вас назвали Таней, Я был бы лучшим в мире созданием. Я бы влетал к вам в свидание Через раскрытое окно. Чувства мои бы дошли до точки, Вот-вот цветы, зеленые горшочки. Ой, не люби, и вы-тое щечки. Кто виноват, что мне смешно? Эпилог. Наша любовь качала ели, Парки напротив нашего дома. Вы прошли ко мне, И сей вам было на вид 15 лет. К нам подошел соседский Петя, Папу Петя, тренер по самбо. Все началось немного странно, Но закончилось смешно. АПЛОДИСМЕНТЫ